МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Что делать с Северным парком? Горожане обсуждают судьбу лесного массива на Берёзовой. Как меняется вторая поликлиника? Ход ремонта на объекте проверили представители ФМБА и Росатома. Учитель года 2022. Педагог лицея 15 готовится к финалу всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Благие намерения или попытка отдать под застройку территорию Северного парка. Судьба леса в границах улиц Нижегородской, Молодежной, Раменской и Берёзовой вызвала бурные дискуссии в социальных сетях. Общественность разделилась на три лагеря. Одни выступают за благоустройство, другие решительно против любых манипуляций с лесным массивом, третьи боятся, что под этим предлогом лес уничтожат и возведут жилую застройку. Подробности далее. В начале августа наш город посетили экологи. Приглашенные специалисты изучили участок леса, который в народе прозвали Северным парком. В лесу поставили эко-ловушки, исследовали деревья, сделали замеры воздуха. Цель визита – определить, обитают ли на этой территории уникальные виды птиц и насекомых, растут ли редкие породы деревьев. Заключение экологов поможет властям ответить на вопрос, волнующий многих горожан. Нужно ли благоустроить территорию, сделать ее парком или лучше оставить в первозданном виде? Его нужно благоустроить или лучше оставить таким, как он сейчас? Я считаю, что ничего менять в этом лесу не надо, потому что он и без того шикарный. Я очень люблю лес, потому что я здесь живу, и я считаю, что ничего менять не надо. Мне кажется, какой-то интересный, что-то сделать нужно детям, чтобы там находились как аллеи или что. Ну, вот так. Я тоже думала, всегда, я говорю, что-то сделать здесь. Дети отдыхали, да, с детьми, с мамами пошли бы туда куда-то. В принципе, там нормально гулять, поэтому не думаю, что нужно что-то. Освещение, тротуары, скамеечки пригодятся? Освещение надо. Тротуары? Нет, это все-таки лес. Да можно вообще. Почему нет? А вот что там лучше поставить? Да, ну, тропинки, скамейки. То есть делать городской парк? Ну, не как вот парк, прям зерно, вот такой прям большой, вот так что-нибудь, ну, пешеходные дорожки маленькие. Если с точки зрения благоустройства, то возможно, но точно не строительство никакое. То есть, если я как бы смотрел, видел информацию о том, что с парком какие-то хотят делать маневры, то есть, если мое как бы личное мнение как жильца, живущего рядом, то есть, возможно, стоит как бы благоустройство, но точно не строительство. Тему возможного появления на территории леса жилой застройки подняли соровчане в комментариях к посту главы города, в котором он кратко рассказал о визите экологов. Среди озвученных мнений было и утверждение о том, что идея благоустройства леса – лишь предлог, чтобы привести на эту территорию застройщиков. С этой позиции в корне не согласен депутат Иван Ситников. Он считает, что лесу нужен уход. На застроенной и заброшенной территории велик риск пожаров. Яркий тому пример – сухостой Мордовского заповедника и пожары 2021 года. Существует крайняя точка зрения, но мы уже договорились, ни о каких жилых постройках, капитальных строениях речи быть вообще не должно. И давайте эту идею отбросим как вредную. А сторонники другой теории – давайте оставим дикий лес, как он есть. Я могу сказать следующую вещь. Вы попробуйте на своей даче, на своем огороде, на своей фазенде не прибираться хотя бы в течение одного летнего сезона. Вы увидите, что получится. Вам это не понравится. Мнение депутата перекликается и с предварительными итогами работы экологов. Есть необходимость адаптировать этот участок к городской среде, а создать рекреационную зону, экологические тропы. Цитирует мнение специалистов глава на своей странице в соцсети. Лес по предварительной оценке старовозрастной. Редких видов растений, птиц, млекопитающих нет. Но есть многочисленные следы стихийных свалок, которые горожане оставляют после пикников. И только прогулочная зона. Что я вижу вот здесь? Естественно, дорожки пешеходные для мам с колясками, для пенсионеров, для жителей ближайших домов, для горожан. Чтобы они здесь прогуливались. Естественно, нужны лавочки, скамеечки. Естественно, нужно электросвещение. Вода нужна? Нужна. Как минимум два туалета на территории 90 гектаров нужны? Нужны. На то, появятся ли в Северном парке тропинки и лавочки, существенно повлияет заключение экологов. Оно будет готово только к зиме. Пока вопрос о судьбе парка остается открытым. Но одно ясно точно. Любая жилая застройка на территории Северного парка – неприемлемый вариант развития событий. Ремонт входной группы второй поликлиники идет полным ходом. До середины сентября в холле появится стойка администратора, открытая регистратура, расширенный гардероб, пост охраны и турникеты, санузлы для маломобильных граждан и две зоны комфортного пребывания. Ход работ на объекте проверили представители Росатома и ФМБА. Ремонт входной зоны второй поликлиники начался в начале лета. Он проходит в рамках совместного пилотного проекта ФМБА и Росатома о совершенствовании качества доступности медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации. Подрядчик уже приступил к чистовой отделке помещения. На финишную прямую вышли наружные работы. Идет отделка крыльца гранитом. Мы довольны проведем ремонт. Все виды работ всегда согласовываемся со всеми службами. И, наверное, прислушиваемся друг к другу, выполняем все просьбы, требования, которые необходимы. Помимо ремонта во второй поликлинике идет настройка процессов, которые будут здесь происходить. Это разделение потоков, стандартизация работы регистратуры, картохранилища, администратора холла. Активно идет работа, которая касается профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Уже работают школы здоровья пациента, созданы ролики профилактические, заработал портал на внутренней сети профилактики, где можно посмотреть и расписание, график работы поликлиники и некоторые ролики профилактической направленности. Ремонт здания – это лишь верхушка айсберга. Кардинально меняют подход к пациенту, выстраивают новые принципы приема больных. В рамках еще одного ПСР-проекта конференц-зал на четвертом этаже преобразует в интерактивный класс. В нем будут проходить обучающие занятия для пациентов. Об этом проекте известно первым лицам Федерального медико-биологического агентства, в том числе главному специалисту по медицинской профилактике, которая очень поддержала идею создания такой школы в поликлинике номер два города Сарова, будет оказывать прямое взаимодействие и поддержку информационными материалами и сопровождение для развития этого направления. Все работы, которые сейчас ведутся, относятся к первой очереди. При наличии финансирования начнется ремонт второй очереди. Мы надеемся, что 15-го числа здесь будут работы закончены, и поликлиника в условиях подъема заболеваемости начнет работать с разделением пациентов. В Дивееве появился памятник приводомному Серафиму Саровскому. Его установили на набережной реки Вичкинзы. Работу по созданию памятника и реконструкции набережной провели в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Скульптура святого Серафима отлита из бронзы, сверху покрыта реставрационным воском. На барельефе изображены сцены из жития преподобного. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство установило календарь выходных и праздничных дней в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января включительно. При этом выпадающие на воскресенье нерабочие праздничные дни 1 и 8 января перенесены на 24 февраля и 8 мая. Таким образом, в феврале страна будет отдыхать с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Нерабочими также установлены 8 марта, дни с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября. В Нижегородской области проведут профориентационные мероприятия для безработных и несовершеннолетних граждан. В Сарове мероприятия для несовершеннолетних состоятся 1 сентября в Центре занятости населения с 10 до 12 часов. Профессиональные психологи проведут групповые консультации, обсудят вопросы трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Несовершеннолетних консультанты познакомят с престижными профессиями и наиболее популярными направлениями обучения. За подробной информацией можно обратиться в Центр занятости населения. В течение пяти лет Совет ветеранов Сарова организует досуг для пенсионеров города. Члены организации ездят в экскурсионные поездки, отмечают праздники и участвуют в добрых делах. Чем еще занимается Совет ветеранов и как стать его участником, расскажем далее. Общественная организация Совет ветеранов города Сарова начала свою историю с 2017 года. Сначала ее члены были в составе городской структуры, а потом создали свой совет на базе здания 5-го ЖЭКа по улице Пионерской. Там ветераны все делали своими руками, обустраивали помещения, оформляли комнаты отдыха. Организация получает финансовую помощь от администрации города и ВНИЭФ, но большую часть расходов члены берут на себя. Ветераны ведут активную и насыщенную жизнь, ездят на экскурсии в различные города, участвуют в Спартакиаде, Союзе пенсионеров, налаживают связи с другими организациями ветеранов, а также совместно отмечают праздники. Старый Новый год мы встречаем, Новый год встречаем, там на Московской 80, потом сюда, здесь встречаем обязательно 23 и 8 марта, потом мы здесь организовали 1 апреля День смеха. На базе Совета ветеранов работает вокальный ансамбль «Улыбка», который участвует в конкурсах и фестивалях городского и областного уровня. В помещении организации также есть своя библиотека и шахматный клуб. В течение пяти лет своего существования Совет ветеранов Сарова не только организовывает досуг для пенсионеров, но также занимается и благотворительной деятельностью. Помогали афганцам в 1921 году, когда они ездили в Москву на празднование вывода войск из Афганистана. Теперь дальше помогли. Ветеранская организация Нижегородская попросила помочь, погорельцев. И мы 3000 рублей нашли, послали. Сейчас в организации состоит около полутора тысяч человек. Чтобы присоединиться к Совету ветеранов Сарова, достаточно написать заявление председателю организации и получить членскую книжку. Любой человек пенсионного возраста и даже не пенсионного возраста, если поддерживает цели нашей организации, а цель нашей организации в уставе написана, это работа с пожилыми людьми, им оказание помощи, юридические и прочие подобные вещи. В ближайшие мероприятия Совета ветеранов – это поездка в Макаревский и Шелтоводский монастырь, праздник осеннего урожая и День пожилого человека. По интересующим вопросам обращайтесь к председателю Совета ветеранов Петру Ульянову по телефону 8 909 283 17 82. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас он готовится к последнему финальному, который пройдет с 20 сентября по 6 октября в двух городах России – Москве и Тюмени. Этапы практически такие, как и на регионе, на зональном этапе, но вот последний – это педагогический совет, где мы будем как раз, если пятерка лучших учителей России уже, будет общаться с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, министром просвещения, и предлагать ему свои советы, что можно ввести новое в образование по всей России. И если, естественно, это понравится, то это будет уже и на практике. Дмитрий Андреевич прошел долгий и сложный путь. Один из самых волнительных моментов был на зональном этапе. Тогда он представлял жюри свой мастер-класс со сцены. Публичное выступление далось педагогу непросто. Еще один запоминающийся этап конкурса – каверзные вопросы. Однажды жюри все же удалось поставить меня в ступор, признается Дмитрий. На регионе понравился вопрос, последний мне вопрос задавали. Если не учитель, то кто? А если не математика, то что? Ну, если не учитель, то кто? Я ответил. Скорее всего, это фотографиями занимался бы, потому что тоже очень нравится фотографиями заниматься. А вот на вопрос, если не математика, то что? Вот тут я как раз и был в ступор, и я не смог ничего ответить. Так и остался без ответа этот вопрос. За победу в финале будет бороться 86 участников. Первый этап урока – воспитательное событие. По жеребьевке Дмитрию Григорьеву выпало выступать 22 сентября. Дальше пройдут 15 лучших. Они будут показывать свой мастер-класс и участвовать в рубрике «Вопрос учителю года». До педагогического совета с Кравцовым дойдет только пять конкурсантов. Вне зависимости от результата участия в подобном конкурсе уже бесценный опыт, считает Дмитрий. Когда общаешься с коллегами, и не вот просто так по переписке или там онлайн-конференции какие-то, а вживую именно, и смотришь их мастер-класс, как они преподают. Даже пускай это даже вот, если я математик, учителя математики там больше не было. Из других областей информатики. Но вот именно какие-то методики, какие-то интересные моменты ты все равно уже в голове продумаешь. А как я мог это использовать? А как вот можно урок математики все использовать? Поддержать Саровчанина могут и жители города, отдав за него свой голос. Для этого нужно зайти на сайт «Учитель года России» и поставить семь звезд под фамилией конкурсанта в разделе «Медиа-визитки». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok